Это реальное время. Финам.фм у микрофона Юрия Пронько. Напомню, в самом начале средства связей. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для звонков. Финам.фм. Наш портал в интернете, соответственно, для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция из московской студии Финам.фм. Продолжим, кстати, экономическую тематику, начатую коллегами из программы «Сухой остаток» в предыдущем часе. Но сегодня мы поговорим на более такую развернутую тему. Нужна ли россиянам свободная рыночная экономика или большинство выбирает госкапитализм? Вы знаете, у меня периодически складывается такое чувство, что в силу 12 последних лет вставания с колен, мы действительно как-то, знаете, заимели комплекс неполноценности. То есть многие стали рассуждать, что демократии как таковой нет. Еще больше людей вообще не рассуждают и не понимают, что такое свободное рыночное. А еще добавишь слово демонополизированное, так вообще в аут могут уйти люди. Вот такого не наблюдалось. При том, что я поступил на эконом-факт в 91-м году в Новосибирский университет. Вы сами понимаете, что преподаватели политэкономии быстро переквалифицировались в преподаватели микро- и макроэкономики. Тем не менее, такого у нас не было. Комплекса неполноценности точно не было. Вот это железобетон. В 96-м году, когда я закончил университет, Новосибирский университет, это эконом-факт, это один из лучших высших учебных заведений нашей страны. У нас была надежда, что мы реально строим новую страну. Что мы, по-моему, другое построили. Вот об этом поговорим сегодня с известным российским экономистом, научным руководителем проекта «Неэкономика» Олегом Григорьевым. Олег Вадимович, вечер добрый. Добрый вечер. А вот на ваш взгляд, что сейчас в России вообще? Что это? Вот госкапитализм. Я не знаю, капитализм членов кооператива «Озеро» или нечто другое? Или реально рыночная экономика может быть действительно с какими-то проехами, но рыночная, свободная? Ну, вы знаете, есть термин, вполне широко применяемый, и, кстати, не только к нашей стране. Называется смешанная экономика. Да, всего есть понемногу. Есть и госкапитализм, у него то больше, то меньше. Да, есть и обычный нормальный капитализм. Вот она смешанная, да, тут можно рассуждать, да, вот о качестве этой смеси, да, в ингредиентах. Потому что в разных странах они по-разному перемешаны, по-разному взаимодействуют. Что-то там в шейкере сделали, да, что-то просто налили руками, да. В общем, я тут не сказал бы, что у нас какая-то особая экономика, да, вот я как раз не испытываю чувства неполноценных. Надо одно понимать, да, вот для меня это важно, что Россия на самом деле развивающаяся страна, вот относится к категории развивающихся стран. В принципе, она живет по моделям, которые уже там 200 лет, да, там, начиная с Латинской Америки. Понимаете, это все время одни и те же грабли, да. Это проблема, да, но это не проблема, это проблема развивающихся стран. То есть никакой национальной особенности нет? Это миф. Ну, я считаю, что, ну, национальная особенность всегда есть, но вот в данном... Нет, в части экономики. Мы сегодня говорим об экономике. В данном случае они играют, я бы сказал, минимальную роль. Потому что посмотрите, да, вот, ну, хорошо, у нас есть вот наш нынешний режим, да, мы посмотрели туда через Атлантический океан на юг немножко, да, увидели Венесуэлу, которая... Где Россия... И даже теряемся в том, как охарактеризовать действительно то статус-ко, которое в этой стране сейчас наблюдается. Вот, где Россия, а где Венесуэла, да, где национальная особенность? У них свои, у нас свои, да, а модель, в общем, примерно одна и та же. И если мы посмотрим, опять-таки, да, если мы широко посмотрим, мы изучим опыт развивающихся стран, мы увидим, что там все больше одинаково, чем разного зависящего от национального. Вы говорите о граблях, да, на которые наступают все страны мира, относящиеся к категории развивающейся. Можете развернуть, чтобы мы все понимали, о чем идет речь? Что это за грабли, на которые мы уже точно наступили? Нет, смотрите, да, вот грабли, они очень просто выглядят, да. И в этом, кстати говоря, виновата, скажем так, распространенная сейчас экономическая теория, которая всем говорит, да, говорит, что любая страна, как бы нет никаких особенностей среди стран, да, Россия может стать такой же богатой, как Соединенные Штаты, там, при определенных условиях. Там еще кто-то может стать, там, Румыния может стать такой же богатой, как Соединенные Штаты, да. А если они не становятся богатыми, то, в общем, они сами виноваты, но никакой принципиальной, как бы, невозможности не существует. На самом деле, конечно, принципиальная невозможность существует, да, потому что что такое Соединенные Штаты? Ну, Соединенные Штаты, это, вот, понимаете, мы все время говорим, там, наша теория, да, разделение труда, да, это когда к производству любого продукта причастны, там, миллионы, сотни миллионов, даже миллиарды людей. Речь же идет не только об экономике США, США – центр мировой системы разделения труда, в которой заняты миллиарды, да. Догнать их по эффективности, вот сказать, да, Россия, да, со 140 миллионами людей, да, просто не может построить такую систему разделения труда, которая была бы столь же эффективна. Что тогда остается России? Вот в этом пути, да, некие варианты встраивания в американскую систему. Это уже само по себе обидно. Это обидно и властителям, это обидно и населению, да, встроиться в чужое. Вот это понятие зависимость. Но по причине того, что свое ты не можешь создать в этой системе координат. А хочется же, да. А, хочется. Понимаете, хочется, ну вот мы имеем, да, и нам все время говорят, опять-таки, да, никто же не понимает. Когда-то же удавалось, скажем, Германию удалось в 19 веке, Японию, ну это же все в 19 веке. Вообще, последняя страна, которой, что опять-таки для нас обидно, которой удалось сделать то же самое, это был как раз Советский Союз. Да, но это 30-е годы. Все, с тех пор никто ничего подобного не сделал. То есть, вот, не сумел, да, догнать, там, ну, Советский Союз все равно не сумел догнать, да, но очень сильно приблизился. А некоторые достижения, там, тот же космос и все прочее, это действительно... Теперь в нынешней ситуации это слезы, это больная мозоль, Олег Викторович, да, после вчерашнего совещания, где господин Медведев говорил, надо найти и обезвредить тех, кто виноват в этом, да. Ну, это так, просто реплика была. Понимаете, это обидно, и это все время, ну вот как, да, как там все время сталкиваются, я совсем не дан, вот. В очередной раз столкнулся с людьми, которые пропагандируют, там, идея, да, почему бы нам, вот, наша авиация собственная, да, ну, мы за эту авиацию будем платить все, да, и... Мы уже платим. И платим, да, за тот же Суперджет, а если как бы вот полностью, да, опять-таки, да, есть такое, ну, а почему бы нет, да, давайте попробуем, да. Не мы одни, вот не мы одни это все пробовали, не мы одни, оно все, опять-таки, известно, как оно все заканчивается, да, ну, это как с... То есть не стоит даже пытаться? Как с финансовыми пузырями, понимаете, все всегда думают, что вот в данном-то случае все будет хорошо, да, вот. Вот я могу обойти это, да, мимо меня это все пройдет. Это нормально, ну, такое нормальное человеческое, как бы, качество, да, другое дело, ну, вот для экономиста, для профессионального экономиста, в общем, это все один и тот же ряд. Я тогда еще раз уточню, то есть не стоит задирать свою шаловливую ручонку вот на такие проекты, как то, например, авиация, где есть уже сложившееся разделение, где есть доминанты, в данном случае я даже не буду называть эти бренды, да, они всем известны, это доминанты мировой авиаиндустрии, то есть не стоит туда лезть? Ну, не стоит, и особенно сейчас, да, вот смотрите, опять-таки, у нас есть примеры стран, которые, ну, их Майкл Портер приводит, вот, знаменитый автор книги «Международная конкуренция», да, приводит, да, прорыва, там, повышение конкурентоспособности в отдельных странах, прорыва, там, самостоятельного, как самостоятельных кусков мирового рынка. Понимаете, эти все прорывы, ну, вот, говорят, Финляндия, ну, Финляндия, мобильная связь, да, хотя, смотри. Известная компания, да. Ну, известная компания, которая гибнет у нас на глазах. Это правда, это правда, мало кто об этом говорит, но она действительно погибает, и реально это видно уже, и не только по ценным бумагам этой компании. Понимаете, вот Финляндия, ну, тем не менее, вот Финляндия уловила, да, поймала тренд в свое время, да, растущий тренд, который был реально растущий, да. Даже Италия, несчастная Италия, которая сейчас мучается, в свое время, в 60-е годы, ведь было же итальянское экономическое чудо. Поймала тренд, который был связан с тем, что, ну, как, в мире бурный рост среднего класса и желание роскоши, да, товары народного потребления, приближенные к роскоши. Вот Италия на этом поднялась, да, мебель, все для дома, то есть вы живете, у себя дом, как во дворце, да, вот это делала Италия, да, массовое производство типа предметов роскоши. Вот они тоже поднялись, да, и когда есть растущие тренды, да, то можно, в принципе, воспользоваться ими, воспользоваться, но тогда сосредоточиться, да, сказать, мы работаем только на это. Это значит, что никакого там, решили что-то, да, значит, автомобили не производим, самолеты не производим, потому что это отличие отвлекает, да, мы работаем только в рамках этого тренда. Продолжим наше общение с известным российским экономистом Олегом Григорьевым сразу после краткого выпуска новостей. Напомню, средства коммуникации 65 10 99 6, код Москвы 495, номер нашего многоканального телефона финам.фм, это, соответственно, наш портал в интернете. Кроме того, я подключил свой аккаунт в Титр, так что пользуйтесь всеми средствами коммуникации. 19 часов 18 минут, это реальное время финам.фм. Мы продолжаем наш разговор с известным российским экономистом Олегом Вадимовичем Григорьевым. Нужна ли россиянам свободная рыночная экономика или большинство убирает госкапитализм? Вы можете пользоваться всеми средствами связи и высказывать свое мнение, задавать интересующие вас вопросы. Олег Вадимович, так вот я хочу вернуться. Хорошо, если мы упустили тренд в части авиастроения, мы точно упустили тренд в части высоких технологий. Я имею в виду не только гаджеты, не только смартфоны, я имею в виду и обычные, там, я не знаю, программные обеспечения. То, что производится в других странах, то, что аккумулировано здесь в виде уже реального товара. Мы, на мой взгляд, упустили автомобильное строение. Ну, назвать те автомобили, которые выпускаются здесь, я имею в виду не в автокластерах, да, с зарубежными компаниями, а именно то, что вроде как российская, но если глубоко копнуть, то и это уже даже не российская, да, в том числе и итальянская. Так что нам в этой ситуации делать-то? Нефть качать? Да газ добывать? Нет? Ну, смотрите, тут есть несколько аспектов. Первое, ну, во-первых, мы много упустили, а главное, что сейчас мы все знаем хорошо, какая ситуация в мировой экономике. Там вообще растущих трендов нету, да, поэтому не к чему даже вот так ценить, присоединиться и разбить, да. Это практически невозможно. Второе, это первое, поэтому да, сейчас вот с этой точки зрения все выглядит очень безнадежно. Второй момент, который все-таки, вот с другой стороны, кризис, давайте говорить прямо, да, приведет, он будет еще продолжаться, он будет углубляться, там произойдут очень большие сдвиги в мировой экономике, да. Он приведет к, вообще, к перекройке карты экономической, да, рано или поздно, что-то надо будет делать, да. И вот тот, кто, ну, условно говоря, та же Россия, да, если она вот поймает этот тренд, да, будет понятно, как будет перекроиваться карта. Не Россия сама по себе, да, еще раз говорю, 140 миллионов человек, это мало для какой бы то ни было серьезной экономической деятельности в сегодняшнем мире. То есть нас просто мало. Нас просто мало, да, и более того, мало, и еще посмотреть, на какой территории мы живем, да. У нас очень низкая плотность населения. Значит, да, должен быть, да, но Россия может занять, я считаю, важное и ведущее место, там, благодаря тому, что еще осталось от Советского Союза и всего, да, в каком-то, да, новом блоке государства, который, вот, надо, ну, который надо начинать, о котором надо думать, надо начинать формировать, да, и продумывать для него, да, для блока государства экономическую политику. То, вот, что сейчас мы наблюдаем, да, там, таможенный союз, да, но то, что было, давай, да, это непродуманно, не, никто, ну, непонятно зачем, да, мысли в этом нету, да, ну, давайте вот... Не, ну, там есть ностальгические мысли, это же ни для кого не секрет, что господин Путин, в общем-то, и реализует этот проект, основываясь на ностальгии. Да, эти ностальгии, это не мысль, это чувство. Да, это чувство, да, вот я... И уж тем более не экономический параметр, да. Да, поэтому я говорю, мысли там нету, да, а вот на самом деле, конечно, мысль должна быть, да, вот, что за блок, да, с кем нам в будущем мире работать. Ну, с кем, вот, Олег Владимирович, на ваш взгляд, взгляд профессионал, с кем, Китай? Ну, скажем так... Я могу сказать, я очень серьезно опасаюсь этого соседа. Я тоже, я очень боюсь Китая и, как бы, не думаю, вот, в любом случае, союз с Китаем не будет ни равноправным, ни тем более, там, говорить о лидерстве каком-то России невозможно, да. Да, значит, на самом деле, у нас, конечно, еще неудачное географическое положение, да, очень плохая связанность с зарубежными, но над этим тоже можно и нужно работать, да. Я бы, конечно, смотрел на Турцию, которая сейчас бурно растет, да, я бы смотрел на Индию, которая, конечно, вот, по своему потенциалу, да, и по возможностям, ну, сегодня является, там, вот, этот потенциал не так испорчен, как в Китае, он есть, и он не испорчен, как в Китае, да, и вот, куда-то в те зоны, да, и думал бы, как можно там взаимодействовать, да, еще раз повторяю, вот там, да, лежат резервы нового роста, нового развития, в котором мы можем быть полезны, да, опять-таки, у нас сотрудничество с Индией, там, старое, древнее, и, да, мы его, мы сейчас его тоже все время портим, там, разными, там, поставлениями, вооружениями и так далее, да, но, тем не менее, в общем, таких вот, противоречий сильных нету, да, вот, опять, нетрудно, да, я могу набросать варианты, да, их надо разрабатывать. Но вы почему-то не назвали Европу и вообще вот то, что называется Западный мир. Соединенные Штаты Америки могут быть нашим партнером? Нет, совершенно нет, ну, понимаете, Соединенные Штаты и Европа, да, будут поддерживать, до конца бороться за свои зоны разделения труда, да, за свое место в той старой... То есть они мертвой хваткой будут держаться за их? Понимаете, с ними в этом смысле даже невозможно, да, я еще раз повторяю, сотрудничество может быть только с развивающимся миром, да, мы развивающаяся страна и мы должны сотрудничать с развивающимся миром, имея в виду, что та модель экономики будет потихоньку размываться, разрушаться, да, и вот тут мы должны быть готовы, да, мы должны перехватить инициативу. Ну, опять-таки это... А вы считаете это по зубам? Вот уж простите за прямой вопрос. Ну, вот я не знаю, там в Анкаре могут рассуждать, собственно, почему мы должны с Россией, да, я просто от обратного сейчас буду идти, да, или там в Дели, в Нью-Дели будут рассуждать, ну, когда-то, да, это была советская держава, да, они там пугали весь мир своими ракетами, да, ну, почему они сейчас должны... У меня, понимаете, у меня не пессимизм, у меня такое предположение, что нам уже ничего не по зубам. То есть вот, смотрите, я почему, и, кстати, очень благодарен вам, когда вы привели пример по поводу авиации, гражданка авиастроения в данном случае, потому что я считаю, то, что они сделали, это афера чистой воды. И вот на этой неделе и господин президент, и господин премьер заговорили о том, что надо создать еще новый самолет. Вот, ребята, за старый не хочется отчитаться? Вот эти вот все госкорпорации насозданные, причем каждая по своему закону действует, закону Российской Федерации, да. И у меня, Олег Владимирович, я не сгущаю краски, но у меня складывается такое впечатление, что нам уже ничего не по зубам. Мы распильная углеводородная экономика, где элита занимается тем, что все выводит из страны. То есть, все в буквальном смысле. Нет, ну, в данном случае я с вами... Давайте, да, когда мы говорим Россия, надо все время разделять, да, что есть, собственно, Россия с ее потенциалом, с ее, в общем, возможностями, с тем, что здесь люди продолжают думать, чего-то делать и предпринимать, да. Это вот... И этой России еще много что по плечу, да. Когда мы говорим об элите, да, я тут с вами полностью согласен. Та элита, как она сложилась, то ее конфигурация, ей ничего не по плечу, и в этом смысле это совсем другое. Ну, как бы тут говорить не о чем. Россия есть чем, да, но только... Но эти два фактора, они... Вот ваши транскрипции, они запараллельны. В моей они на самом деле пересекаются, потому что без одной составляющей нету второй, равно как и нету второй без первой. Вот согласитесь, то есть вот тот потенциал, который есть у стран... Гигантский реальный потенциал, да, но мало кто может похвастаться таким потенциалом. Я в том числе и про людской потенциал говорю, да, интеллектуальный потенциал. Не только полезные ископаемые. У нас, правда, вот мы гордимся большой территорией, но здесь я с вами соглашусь. Это злая шутка, на самом деле, по поводу вот этой вот гигантской территории, да, которую надо удержать, по меньшей мере удержать, а желательно еще и развивать. Я просто хочу понять, Олег Владимирович, а, собственно, сама Россия может стать таким маховиком, ну, я не знаю, внутреннего развития, внутренние тренды, которые могут дальше подвинуть экономику страны в ее становлении и в развитии. Или это невозможно уже в нынешнем мире, где действительно все поделено уже? Ну, смотрите, опять-таки, давайте, мы... На самом деле тоже понятно, да, 140 миллионов человек — это мало. Значит, тут мы сталкиваем, вот вы говорите внутреннее развитие. Понятно, внутреннее... Ну, значит, надо рожать. Я вот прямо и по-русски скажу, давайте рожать тогда. Надо, значит, сделать так, что политика, многодетная семья, да, должна стать приоритетом. Не на словах, а на деле. Вот есть... Нас мало. Реально мало. Да нет, ну вы поймите, да, все. У нас нет... Вот, смотрите, рожают на селе. Рожают сельские жители. Кстати говоря, и сейчас на селе еще там, в том полузадушенном, полумертвом уже селе, да, там еще продолжают рожать, да, на самом деле. Да, горожане не рожают. Это миф. Я не понимаю, почему. Вот почему они не рожают, Олег Владимирович? Взгляд экономистов. Почему они не рожают? Они живут, как, простите, у Христа за пазухой. Да, я имею в виду городское население. У них есть все. Но они не рожают. Вот почему. Есть ли там экономическое объяснение? Смотрите. Это разные модели, да. Ну, разные там поведенческие, демографические модели. Опять-таки, когда много рожают, то вообще говоря, это же включает фактор случайности, да. Дети умирают, да, что-то, да. Это поддержка, ну, кто-то, но кто-то должен поддержать стариков, да. И поэтому мы много рожаем, может быть, кто-то что-то и поддержит, да. Опять-таки, городское население, его там, пенсионная система, с комфортом уже, ну, неким, да. Там, в Москве, например, вот, там, можно сдавать квартиры, продавать, перепродавать, там, у кого есть, там, потихоньку, да. Там, здесь гораздо более высокий уровень защищенности, да. Здесь рожают ребенка для того, чтобы вложить в него максимум ресурсов. Вот, вот, максимум ресурсов, да. Ну, и другой даже мотив, да, чтобы в ребенке реализовалось то, что в родителях не реализовалось. Вот, еще раз повторяю, такого мотива в населе нету. Там все одинаково, ну, как-то. Ну, значит, мы вырождающаяся нация, вот и все. Это надо тоже признать. Смотрите, не только мы, да, это... Нет, я понял, сейчас вы скажете, это и в Европе, это действительно так. Олег Владимирович, мне моя рубашка ближе к телу, мне плевать. Вот как это не жестко звучит на то, что Европа вымирает. А вот то, что Россия вымирает, вот это меня заботит. И она реально вымирает. И я с вами соглашусь. Да, есть вот эти мотивационные моменты, которые на селе отсутствуют вообще. И, кстати, не только в русских селениях. Это достаточно посмотреть. И якутские села, да любые села, да, неважно какой национальности. Кавказские, не кавказские, северные. В Якутии великолепная рождаемость, именно селя. В городах якуты не рожают. Не знаю, вот такая тоже особенность, да, как и у русских, у большинства. То есть мотивация меняется. Но ведь эта же проблема, это экономическая проблема, малонаселенность. А государство у нас не хочет этим заниматься. Так? Ну, я, вот смотрите, я понимаю, что вы хотите сказать, но давайте сразу. Не разделяю, да. Государство может этим заняться, да, очень быстро выяснить, да, что там каждый одна сотая процента прироста рождаемости, да, обходится в такие суммы, одна сотая, да, нам нужно сделать... Одна сотая, гигантские деньги нужны. Нужны гигантские деньги, да. А нам нужно реально, как бы там, поднять рождаемость в разы. Продолжим. Простите, сейчас мы прервемся, да, и продолжим наш дискусс с Олегом Григорьевым. Сразу после краткого выпуска новостей. 19 часов 33 минуты в российской столице. Реальное время. Финам.фм. У меня сегодня в гостях один из самых известных российских экономистов, Олег Григорьев. Мы обсуждаем тему все-таки нашего с вами развития. 65 10 99 6, код Москвы 495. Для телефонных звонков. Финам.фм. Это наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет прямая веб-трансляция. Можете пользоваться и моим аккаунтом, личным аккаунтом в Твиттере. Олег Григорьевич, ну так вот мы договорились. Хорошо. Я с вами могу согласиться. Как вы говорите, одна там десятая или сотая единица, значит, она подразумевает необходимость инвестирования. Это фактически инвестирование государственных денег. Но а что является тогда альтернативой? Ну давайте я произнесу страшное слово, наверное, да, судя по всему. Миграция. Ну мы идем по этому пути стихийно. Вот давайте стихийно мы идем по этому пути, да. Я на это все смотрю, и без миграции нам не обойтись. Единственное, я на это все смотрю, и два вопроса меня мучают. Самый первый вопрос. А, собственно говоря, почему, да, миграция идет оттуда из Средней Азии, из Кавказа, а почему не идет миграция из Европы, где в общем население становится все хуже, хуже и хуже. Из той же Греции, да, там есть хорошие специалисты, грамотные, православные, да. Почему нету миграции оттуда, да, почему Россия не привлекательна для такого рода мигрантов, да. И вот политика, да, сделать ее привлекательной в первую очередь. Да, почему наши, наоборот, специалисты уезжают туда, в ту же самую Грецию, в ту же самую Испанию, в ту же самую Италию, про которую нам ужасы рассказывают, да, и про которую, там, макроэкономисты все знают, да, и понимают, да, но они уезжают туда, а оттуда никто не едет, да. Вот это первый вопрос, который меня волнует. Вы не находите ответа? Ну, я нахожу ответ, ну, я нахожу факт, да, а давайте вспомним, сколько было идей совершенно бессмысленных с переселением хотя бы русскоязычного населения. Да. Да, и чем все заканчивалось. Еще. Вот, значит, еще раз, да, мы говорим, ну, мы уже говорили, да, эта элита не способна решать вот такую задачу, да, поставить и решить, привести сюда умных, грамотных людей, это для нее страшно, да, как раз вот та миграция, которая идет, да, причем полуподпольная, полулигальная, криминальная, черная, серая, она гораздо больше устраивает, да, опять-таки, я тоже не вижу ничего плохого в той миграции, да, но она могла бы быть организованная, там, должны были бы быть там четкие поставленные, да, задачи, ты учишь язык, да, ты можешь перевести сюда детей, но дети должны ходить в русскую школу и учиться здесь, да, и все, что называется натурализация, да, проводить нормальную натурализацию, да, без вот того, что сейчас происходит, вот, еще раз, да, это могло бы послужить внутренним, да, опять-таки, мы там говорим, Средняя Азия, да, так у нас и вьетнамцев уже полно, и китайцев уже полно, и много кого полно, да, и кое-где они даже приносят и пользу, я знаю просто, вот, целый ряд предприятий, которые используют реальный труд, в общем, что-то такое делают, да, есть вот, это, вот, опять-таки, да, миграция, ну, только по-другому, да, мы понимаем, да, вот, если миграция будет идти... Нет, ну, это ответ на то, что если вы не хотите рожать, значит, и вас мало, значит, единственный вариант замещения, если миграция будет таки так, как она есть, она, конечно, взорвет страну, рано или поздно, это безусловно, да, и это надо понимать. Мы говорим фактически о криминальной миграции, потому что это криминальная миграция, очень маленькая только трудовых мигрантов являются гражданами, которые по закону, что называется, прибыли в Российскую Федерацию. Совершенно верно. Все остальное, что вне закона, все криминал. Вот, она и криминальная, да, но она и там, и опять-таки, да, вот, тоже, даже если она легальна, это там, нет и защиты прав, на самом деле, нормальной, да, это есть, это, как бы, люди все равно оказываются людьми второго сорта, с которыми можно делать все, что угодно, да, вот эти вопросы, конечно, они, они отвечают тем же, вот, ничего удивительного, да, это, такой замкнутый круг, который там, ненависть, недоверие и все, оно только растет, да, но я еще раз повторяю, да, пока мы не станем, да, пока у нас не будет, да, мы говорим, возможности, да, там, бизнес, все, да, приезжайте, европейцы, приезжайте, американцы, приезжайте, да, между прочим, известный, малоизвестный, замалчиваемый факт, да, но специалисты его знают, наша индустриализация 30-х годов, несколько миллионов американцев прошло через Советский Союз. Нет, я думаю, что, как вы видите, люди грамотные, нынче, да, которые желают знать информацию, и умеют ее находить, они, безусловно, знают, кому обязаны вот той индустриализации, да, 30-х годов прошлого столетия. Давайте там всем, но американцам в том числе несколько миллионов, да, у нас... Поучаствовали, скажем так. Да, у нас индустриализация идет, у них там кризис, да, безработица, голод реальный, да, они готовы были ехать. То есть, вы слушайте, подождите, вот сейчас, это для меня вот будет феерический момент истины, да, Сталин смог создать условия для того, чтобы американцы миллионами сюда приехали и работали, а Путин не может этого сделать. Вот это для... слушайте, и мне не стыдно в этом признаться всем слушателям. Да он даже и не задумывается о том, что это есть гигантский ресурс и резерв, да, вот развитие, если мы хотим развиваться, да, вот приезжайте, опять возможности гигантские, да, вы будете создавать, вы ими сами будете пользоваться, да, ну да, тут другое, другие условия, да, их надо, они не просто так приедут, да, там уже, опять-таки, американец 30-х годов, американец сегодняшний, это большая разница. Почти столетие прошло, да. Да, но тем не менее, вот об этом, я говорю, европейцы, вот восточные европейцы, да, почему они, почему там, те же прибалты, бегут в Ирландию, тоже, в общем, не богатые. Ну, значит, Олег Валерьевич, мы опять упираемся в элиту, элита, которая не умеет ничего создавать, элита, которая только может пилить и распиливать, все. Ну, да, а вот поставить задачи, и попытаться их начать реализовать, ну, понимаете, вот опять-таки, да, вот опять-таки, вот это все время, да, есть реальные задачи, которые не ставятся, есть ложные задачи, давайте создадим самолет, ну, все говорят, все говорят, о, а еще лучше, нет, это еще ничего, была феерия, когда господин Чемизов показывал смартфон от Ростехнологии, вот это был финиш, как говорит моя старшая дочь, папа, это финиш, это был реальный финиш, а когда узнали, где этот смартфон был сделан, ну, Китай, конечно, да, ну, вот все, вот, ребят, я с вами согласен, Олег Валерьевич, это же ложные посылы, причем закидываемые абсолютно осознанно. Вот, и почему я с этого начал, да, это грабли, опять-таки, да, это действует, потому что это вот вещи, которые там, ну, которые считаются, ну, как они вот все говорят, практичными, да, то есть самолет, это же практичный, практичный, все говорят, ну, давай, ну, давайте самолет, да, а его нельзя сделать, да, это выглядит практично, а на самом деле не практично, а вот миграционная политика выглядит непрактично, а на самом деле это то, что надо. Союзы с другими развивающимися странами, становление контактов там, и думание, да, о том, как мы будем жить, что мы можем друг другу дать, там, как это будет все развиваться, значит, когда большая экономика будет разваливаться на куски, да, выглядит сейчас непрактично, а на самом деле, конечно, практично, самое практичное, что мы можем принять, да, но тем не менее, вот я поэтому и говорю про грабли, да, но все время выглядит самолет практичный, создадим какую-то промышленность, ну, создали, да, она сидит на дотациях, к сожалению, я вот говорю, есть, например, есть книжка Райнерта, такого норвежского профессора, который сейчас в Эстонии работает, очень популярна у нас там, как-то, почему богатые страны стали богатыми, а бедные остаются бедными, да, вот он смешно, да, вот он тоже дает эти ложные, говорит, вот Перу там в 70-е годы развивалась, промышленности, все было как хорошо, говорит, а потом, говорит, пришел Международный валютный фонд значит, и все испортил, Пэти, вот все читают, говорят, о, ну, вот, вот, конечно, да, Пэти, я экономист, да, я же знаю, что Международный валютный фонд приходит, никогда не приходит, вот сам по себе там решил и пришел, да, его позвали, почему, потому что на поддержание этой промышленности страна залезла в такие долги, которые не способны было отдать, да, и Международный валютный фонд начал думать там, как отдать эти долги, да, и выяснил, что вся эта промышленность, ну, да, она, то же самое, как сейчас сказать, оставьте в покое Грецию, они так хорошо, там, деньги получали, куда-то вкладывали, чего вы от них хотите, да, так они, такая они себе создали хорошую жизнь, вот, хорошая была жизнь, да, но все-таки надо что-то делать, по-другому было, да, действовать, поэтому я еще раз повторяю, да, вот это, там, очень много лжи, причем это ложь, это лжи, обучают в университетах, это пишут в книжках, это, тиражируется это все, из МВФ дело действительно пугало, при этом, я просто обращаюсь к части аудитории финансов, которые тоже придерживаются таких позиций, да, МВФ приходит только тогда, когда его приглашают, а это значит, что в экономике уже полный экран, вот смотрите, да, полный швах, то, что мы сейчас видим в Европе, да, Испания, уже которые, там, в два месяца все горят, да, обратиться за помощью к европейским фондам, или не обратиться, да, почему, с одной стороны, деньги нужны, да, с другой стороны, испанцы понимают, обратятся, им выставят условия, и вот они уже два месяца, вот, каждый день, да, читаешь новости, там, будем обращаться, потом не будем обращаться, будем обращаться, не будем обращаться, так все лихорадит, лихорадит, да, вот, значит, либо, ну, надо обращаться, да, но мы понимаем, что вот, модель с МВФ, точно такая же, да, вы загубили свою экономику, МВФ может быть и не прав, да, давай, да, МВФ может быть и не прав, да, МВФ пользуется тем, что он дает деньги, значит, заказывает музыку, конечно, ну, значит, вам до этого надо было быть предусмотрен, но так разрушали-то вы экономику без международного валютного фонда, совершенно верно, прервемся на краткий выпуск новостей, затем ваши звонки и письма известному российскому экономисту Олегу Григорьеву, который сегодня в реальном времени на Финам. 19.47 это реальное время, Финам.фм, меня зовут Юрий Пронько, и сегодня у меня в гостях известный российский экономист Олег Вадимович Григорьев, звоните на 65 10 99 6, код Москвы 495, пишите на финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция, пользуйтесь моим личным аккаунтом в Твиттере, ну, очень большую реакцию, конечно, и большое количество реплик вызвали наши рассуждения по поводу рожать-не рожать и трудовой миграции, ну, мы с вами это понимали, да, то есть это будет молниеносный всплеск, потому что тот же Василий пишет, вот мне 20 лет, я не собираюсь заводить семью, не собираюсь рожать из-за того, что меня мало устраивает ситуация в стране, а существовать, да еще и с детьми, в этом мне кажется абсолютно депрессивным, а, дело депрессивным, да, как же я им смотреть в глаза буду, они же родились в России, кошмар. Василий, вам 20 лет, поверьте, эти мысли проходят очень быстро, со временем, просто достаточно встретить любимую женщину, как вы сами не заметите, появится первый, второй, и дай бог, третий, четвертый, это и пятый, ну, это просто, а на самом деле, напомню, в Сиозе, Олег Викторович, очень много реплик, связанных именно с тем, что как гастарбайтеров можно приглашать в страну, почему гастарбайтерам разрешают приезжать в страну, ну, то есть, видите, на самом деле, антагонизм к этой теме есть в обществе. А я сказал страшно, я же сразу сказал, я произнесу страшное слово, миграция, попытался максимально смягчить, но я понимаю, вот я же сказал, и опять-таки сказал, да, эта тема взорвет страну. Нет, и надо понимать, что есть криминальная власть, по крайней мере, те, кто дают разрешение на вот эту, на приезд этих людей, это криминал, я почему, вот Олег Вадимович, у меня все мягче пытался, да, поставить вопрос, нет, я считаю, это криминал, все, что нарушает закон, это криминал. Соответственно, власть отвечает за это, причем здесь экономисты, которые, вот я адресую ко многим, да, к тем, кто здесь гневные свои письма пишет, которые вам говорят, если вы рожать не хотите, значит, если вы хотите развивать собственную страну и собственную экономику, значит, надо привлекать миграцию. И я прошу заметить, что господин Григорьев сказал, хотелось бы иметь мигрантов, в том числе, из Европы, из Соединенных Штатов, но для этого надо создать условия. Как-то не странно звучит, из уст либерала про НКО, Сталин создал условия, Путин нет. Вот и все. Поэтому, можно, конечно, горячиться и высказывать в адрес Олега Владимировича разные колкости, но выбирайте. Это моя несчастная судьба. Я говорю, что думаю обычно. И это самое ценное, Олег Владимирович. Поверьте, вот у меня часто бывают те, кто думают одно, да, говорят другое, а делают третье. Вот ценность ваша именно в этом, что вы как считаете, так и говорите. Добрый вечер, в эфире как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Валерий. Да, Валерий. Для начала маленькое замечание. Юрий, вы зря пытаетесь экономическими средствами объяснить рождаемость. Это вам надо антропологов спросить. Они вам все объяснят подробно. Это нормально совершенно. Нормально, что не рожаем? Да, то, что не рожаем, это нормально совершенно. Это вам антропологи объяснят, если вам интересно. Но никак не экономисты. Вот вопрос. На самом деле у меня вот такой вопрос. Когда ваш гость, извините, я упустил, как его зовут, забыл. Олег Владимирович. Олег Владимирович, очень приятно. Вот у меня какой вопрос. Вы, когда рассуждаете о трендах восходящих, нисходящих, то вы предполагаете, Предполагайте, что существует такая конкуренция и, в общем, однородная среда подобных себе в системе. Они между собой конкурируют, выбирают лучше и лучше выживают. Не кажется ли вам, что, возможно, сейчас есть немножко другой тренд? Заключается он в том, что страны начинают склоняться к тому, что они будут вынуждены специализироваться по некоторым производствам. И мне кажется, у России здесь может быть очень большое преимущество. И чем раньше она поймет и начнет этим заниматься, тем лучше. У нас огромная территория, которая занята дачами, чем угодно. Если мы станем реально хорошей, сильной аграрной страной, с хорошей аграрной технологией, то мне кажется, что мы будем держать руку на горле. Потому что много продуктов можем производить, количество населения растет, а ресурс пищевой сильно ограничен. Если мы будем развивать вот эти технологии, то реально мы можем получить хорошее преимущество. Спасибо. Вы знаете, должен вас огорчить. Это очень хорошо и красиво выглядит в отчетности, сколько зерна мы произвели, сколько мы вывезли на мировой рынок. И очень плохо, например, выглядит с точки зрения обычного фермера или директора агрохолдинга, или хозяина агрохолдинга, который и в неурожайный, и в урожайный год, вообще говоря, несет убытки. И вы поймите, сельское хозяйство, не очень наша страна, у нас есть зона с хорошим, хорошо приспособленным. Они совсем небольшие. Собственно, они и поставляют основную массу на экспорт. Превратить всю страну, посмотрите на климатическую, на почвенную карту России, превратить всю страну в то, что она чего-то производит, много дачи и так далее, не получится. Смотри, вот сейчас опять назревает очередной продовольственный кризис, а я помню предыдущий продовольственный кризис 2007 года. Очень хорошо, да, тогда тоже был мировой неурожай, и тогда, собственно, и возникла идея, что Россия может выйти на этот рынок. Да, что произошло? Да, вдруг выяснилось, в Европе перестали платить за то, чтобы европейские фермеры не обрабатывали 10% своей земли. Это правда. У меня мои были этим летом в Европе, отдыхали, и то, что они увидели, это их потрясло. Сами фермеры рассказывают, нам платят за то, чтобы мы не сеяли ничего. Им перестали, да, и это только в Европе, да, сразу резко повысило мировой уровень производства продовольствия, да. Бразильцы, а Бразилия, да, там совсем другой климат, там два урожая в год, да, сказал, о, очень хорошо, я сейчас не помню цифру, там даже программу государственную быстро приняли по освоению, там, нескольких десятков миллионов гектаров, которые могли все производить, но тоже были заброшенными, да, их там быстренько ввели, да, но они даже эту программу не выполнили и до конца не довели, просто потому что это не потребовалось, да. У нас вот по продовольствию есть конкуренты, которых там производили продуктивность земли, продуктивность комплексная с учетом погоды и всего прочего, там, ну, существенно выше, чем у нас, да. Да, мы производим по старой памяти, вот, все это гоним, значит, государство тоже там все время выдает кредит, который, как и в советское время, списываю, вот, в советское время я вырос, да, и получил образование. Там раз в три года, значит, списание кредитов сельскому хозяйству, помощь, значит, гигантская, да. И сейчас то же самое, списание кредитов, льготные ставки и так далее, субсидии и все. Вот оно как-то живет благодаря этому, ну, там, прибыли какой-то, да, вот, что-то получить практически невозможно. Можно крутиться там, переходить с одной культуры на другую, которая сегодня более, ну, самые такие предприимчивые, конечно, как-то живут и что-то получают, не скажу, что, да, но общая масса, да, вот, для общей массы это дело практически бесприбыльное, ноль в ноль, в лучшем случае. Ну, потом есть еще такое заокеанское государство, как Соединенные Штаты Америки, где применяются очень высокие технологии, не всегда полезные, кстати, для здоровья, да, но эффективно с точки зрения бизнеса, мизерное количество фермеров кормят не только 350-миллионные Соединенные Штаты. 314. Да. Сегодня 314 миллионов, сегодня миллион пи, они объявили миллион пи населения. А, значит, и плюс другие страны, в том числе и Российскую Федерацию. Ну, давайте, малое количество фермеров, это не значит, да, там на сельское хозяйство, вот мы говорили, да, разделение труда, на самом деле на сельское хозяйство работают миллионы, причем не только американцев, а по всему миру, да, просто вот конечные, да, фермеры, их-то совсем немного, а на них, да, потому что на них работают миллионы, там, сотни. Но нечто подобное в России возможно, нет, невозможно. У нас нет этих сотен миллионов совершенно. Вы в эфире, как вас зовут, добрый вечер. Добрый вечер, Павел. Вам и Олегу Григорьевичу, добрый вечер и всего самого доброго. Спасибо, Юра. Вот после господина Орешкина еще один весьма-весьма-весьма адекватный участник вашего диалога. Хочу поддержать предыдущего звонившего и сказать о том, что, может быть, не стоит строить пассажирские самолеты на базе, которая производила самый лучший в мире истребитель, я имею в виду о сухом, да, и не стоит изобретать автомобили на базе ВАЗа после всего того, что уже мне придумал. Может, действительно стоит посмотреть на сельское хозяйство. Вот единственный восходящий тренд, на мой абсолютно, ну, дилетантский взгляд, но единственный восходящий тренд в мире – это потребление продуктов питания. Мы имеем территории, мы имеем адекватный в большинстве регионов климат, и мы имеем еще не до конца убитое сельское население, которому немножко нужно помочь. Ну, 10% от стоимости Суперджета, да, и этого будет достаточно, нет? Спасибо. Ну, я отчасти ответил, да, еще раз, понимаете, вот это такое… Нет, рынки сбыта, вот ответ на вопрос, рынки сбыта где? Вот благодаря российскому государству, с известными событиями засухи и так далее, да, у нас было отменено экспорта зерновых. Ну, это, понимаете, вот это… Собственными руками угробили эти рынки, да. Это безобразие, конечно, ну, вполне в духе, это вот… Айвай Иванович, ну, понимаете, это характеризует нынешнюю статуску. Из ничего не бывает чего-то. Вот такая власть, вот такая элита. Знаете, я много, у меня много знакомых в Ростовской области, они говорили, смешно, вот мы же, вот, когда я говорю, есть несколько регионов приспособленных, часто, конечно, Ростовская область, да, у них же не было засухи, да, более того, им некуда больше везти зерно, кроме как за границу, да, а им запретили, то есть, вот, это как, это судьба фермеров на самом деле, урожай они плачут, не урожай они рыдают. Айвай Иванович, 30 секунд у нас всего, да, сельское хозяйство не вариант, я правильно вас понял? Это не тот восходящий… Вы знаете, надо думать, никогда, ничего нельзя отвергать, надо думать, над всеми вариантами надо думать, да, но их прорабатывать очень тщательно, да, вот так просто ткнуть туда-сюда, вот у нас правительство этим занимается, туда-сюда тыкает, с известными результатами. Ну, ладно бы они тыкали, они еще сотни миллиардов туда втыкают, я даже не знаю, как правильно сказать, осваивают. Поэтому я говорю, думать, ничего не исключая, ничего не исключая, я вот сразу просто говорю, как бы, на какие вопросы мне надо ответить, да, если сможете ответить, я вот скажу, молодцы, все, я за. Вот сельское хозяйство, так сельское хозяйство, убедили, меня очень легко убедить с хорошими аргументами. Спасибо огромное, я, это была наша с вами первая встреча, надеюсь, далеко не последняя. Экономист Олег Григорьев был сегодня в реальном времени на Финам. Далее новости.